приветствую вас на канале сокровища черногории и сегодня я покажу еще немного подгорицы и подгорицы столицы черногории мы идем по старому пешеходному мосту в сторону парка негашево и нового такого района который называется нововарож также посмотрим на площадь независимости и может быть зайдем еще в один парк короля королевский парк это старый пешеходный мост через реку мороча вот она перед нами мост миллениум который я показывал другом видео а перед мостом миллениум сейчас наверно плохо видно просто как раз на уровне ближе к нам новый пешеходный мост мост миллениум и автомобильный пешеходный он чуть дальше за ним поэтому тут как бы три моста вот в этом районе три моста вот 1 2 3 и вот туда еще 14 чтобы перейти сейчас мы перейдем в парк и посмотрим как выглядит парк негашево и соответственно нововарож тут делают новые дорожки прогулочные пешеходные над рекой вот этот мост по которому мы перешли с того берега парк процесс облагораживания парка явно идет там сейчас траву косят не все дорожки еще выложены плиткой но все идет в процессе народ ходит в курточках ветров очках но я как горячий прибрежный житель приехал вот руку видно на футболки у нас через несколько дней зима начинается здесь прохладнее чем на побережье но все равно градусов по моему 14-15 сейчас есть он тоже ребята кто-то футболки идет ну что ж пройдем дальше посмотрим спортивная площадка трава зеленая но уже много желтых листьев это проход в сторону района нововарож правительственный район то что процессы обустройства парка идут я думаю сюда будет хорошо весной приехать посмотреть когда закончится все эти работы и все будет зеленеть вот здесь памятник петру второму петровичу негашу или просто петру негашу самого наверно любимому правителю черногории любимому населением народом и самому главному поэту черногорскому сербскому тут уже шумнее и более шумно этот бульвар прямо перед нами черногорский народный театр и вот туда начинается этот квартал нововарож куда мы сейчас пройдем и немного прогуляемся к площади независимости я думаю зайдем в королевский парк еще это не единственные парки в подгорице но сегодня посмотрим эти два вот чтобы лучше оценить размеры народного черногорского театра сбоку из фасада ну может быть вот это считается главным фасадом а то выходит просто на ту улицу но что хотел показать что театр но не такой-то и маленький тут конечно в этом районе все паркинги платные общедоступные платные и много конечно паркингов закрытых таблички что-то для правительства для правительственных машин ну что ж пойдем пешеходную часть вот мы на пешеходной улице улица негашева пройдем сейчас вот туда немножко вот даже есть паркинг только для электрических автомобилей на зарядку живет подготовка к новому году украшают здание скупштины правительство до парламента полиция коммунальная дежурит он уже елку даже поставили у нас уже вообще уже почти новый год народная библиотека народная библиотека вот еще пешеходная такая зона памятник марка миланова поповичу памятник марка миланова поповичу о нем я немного рассказывал видео про поездку на горло соколова медун мимо крепость медун там оттуда он родом там памятник его дом музей находится памятник 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 памятные таблички вот он градоначальник градоначальник мэрия негашева 13 и соответственно памятник первому градоначальнику ну что ж пойдем посмотрим на елку поближе вот прямо напрямик сейчас к ней отсюда не подойдешь что-то огорожено устраивает подготавливает базар рождественский новогодний елка вот уже стоит украшенная памятник великому воеводу мирка петровичу негашу и черногорским черногорской молодежи участником освободить освободительных войн все 1853 58 62 76 78 памятник был обновлен 13 июля семнадцатого года открыт он был 8 ноября 86 порушен немножко подзабыл уже русский язык да вот разрушен 6 января 19 года да кстати вот охрана стоит я вспомнил что сюда вроде вход только с qr-кодами то есть ты или вакцинирован или переболел или там имеешь пцр-тест вот но уже он я смотрю кто-то там с детками катается на карусели там есть люди в принципе заходить можно вот это вообще все что вы понимали это площадь независимости тут такое типа ровно куча старое здание но в котором много разных магазинчиков ну что ж прогуляемся еще в парк короля и потом пройдемся еще по пешеходным улочкам посмотрим где самая вкусная еда тут мы находимся на перекрестке улица николы там и парк справа и слева две части мы переходим дорогу естественно зеленый свет и зайдем сначала в правую часть парка прогуляемся вот может можем прямо здесь зайти а потом зайдем еще и в левую часть парка а это велодорожки тут даже есть базе этот парк побольше чем парк негашево еще разбитый на две части тут тоже парк находится возле реки реки река рыбница это видео это как раз снимаю по просьбам тех людей тех подписчиков кто хотел посмотреть и просто города они какие-то исторические ценности культурные красоты природы но еще немножко обычные города черногория вот памятник королю не коли первому черногорскому королю который себя сам карнавал а до этого князю прям памятник на коне как будто македонию попал у них почти все памятники на на лошадях на конях но все-таки полностью без истории не обошлось потому что вот тут через реку вот видны части каменных стен там башня это не манинград крепость они я думаю я как-нибудь подъеду специально пройдусь по ней сниму видео и расскажу историю но это я к тому что вот эта крепость не манинград находится как раз вот можно сказать напротив памятника короля николы парка королевского парка а мы с вами сейчас пройдемся и посмотрим вторую часть парка находящаясь через ту сторону дороги на той стороне дороги вот переходим ко входу во второй парк во вторую часть парка прошу прощения здесь какие-то наиболее наилучшие самые лучшие палачинки пиноккио молодежь сидит ест так что вот наверно действительно очень даже неплохие палачинки блинчики это про реконструкцию парка с сентябре тринадцатого года с поддержкой правительства азербайджана вот так вот кстати вот здесь же находится и туалет если кому надо будет так общественный туалет кому надо возле парка и заходим черногорские парки конечно не поражают своей площадью своими размерами вот есть фонтан небольшой большая детская игровая площадка сейчас обеденное время будний день конечно очень много молодежи школьников студентов как мы только что обсуждали что в прибрежной прибрежной городах такого количества молодежи нигде не наблюдается вот это детская игровая площадка собственно говоря и все с этой стороны парка все конечно недавно были бургасе гуляли по парку морскому парку возле набережной возле моря там размеры на порядок больше чем этот парк конечно есть где погулять тут все довольно компактное все довольно компактное а bat м акс Продолжение следует... Ну, кстати, возле этого парка находится отель Хилтон. Хилтон и казино Монтенегро. Кому важна эта информация. Ну что же, мы пойдем сейчас, пройдемся еще по пешеходной улице возле центральной площади независимости. Присмотрим какое-нибудь кафе на обед. И на этом будем на сегодня закругляться. А, кстати, пока чуть не забыл сказать, что вот этот парк тоже еще один небольшой парк. Называется Караджордживо парк. Карагеоргиевич, фамилия династия сербских правителей. Потом правители королевства сербов-хорватов-славянцев. Потом королевства Югославии. Вот, то есть тут еще один маленький парк напротив этого. Парки маленькие, но зато их вот так вот разбросано по столице в разных местах. Уже туда заходить не будем, как я и говорю, пойдем уже на пешеходную улицу. Вот мы вернулись, вот пешеходная улица. Но мы подумали, решили попробовать пройти все-таки туда и найти но кафе, в котором мы ели года 3-4 назад. И нам там, в принципе, очень понравилось. Сейчас пройдемся, посмотрим, существует ли оно до сих пор. И что там, и как там. Итак, нашли мы это кафе, или как его назвать правильно, называется Духовный Центр. Сейчас посмотрим, что тут с ценами, с едой. Вот работает он из понедельника по субботу с 8 до 11 вечера. Воскресенье с 10 утра до 14 часов. Итак, давайте посмотрим меню в этом заведении. Значит, домашний сок 80 центов, лимонад евро, газ-вода 70 центов, чай 50 центов, домашний кофе эспрессо по 50 центов, дойчкафа 80 центов, капучино 80 центов, молоко 60 центов, макароны с овощами 2,50, сэндвич с тунцом 1,5 евро, кальмары с картофелем, кальмары с картофелем 4,50. Ужин после 5 вечера, курятина на гриле плюс картофель 3 евро, обед с 12 до 5 часов, 2-3 евро стандартный какой-то, либо суп евро, черба 1,5 евро, салат 80 центов, пита 1,40, омлет 1,5 евро, пицца с прошутом 2,20, постная пицца 1,80, соленые палачинки 2,20, калач торт евро 30, сытный калач 50 центов, мед 50 центов, вот такие, как по мне, очень замечательные цены в этом кафе-ресторане. Вот принесли нам рыбную чербу, стоимость евро 80, вообще по ценам, то что мы заказали, а прошу прощения, 1,5 евро рыбная черба, 2 чербы 3 евро, мы заказали еще кальмары и форель, и салат. То есть вот это все на двух человек, сейчас донесут форель и кальмары, то есть вот это все вместе с салатом, с чербами на 11 евро 30 центов. И это, можно сказать, в самом центре столицы Подгорицы. Место вот такое, чтобы вы понимали, насколько здесь музыка, тут идет, конечно, такая немного православная, но очень аутентичное место, очень симпатичное, иконы на стенах, дерево и каменные стены в старом стиле. Вот наши кальмары и форель. Заказали еще по чашечке кофе домашнего, кофе здесь по 50 центов. Итак, наше видео сегодня подходит к концу, мы погуляли немножко по паркам Подгорицы, немножко прошлись по пешеходным улицам, зашли, покушали, поели в ресторан. Цены ресторана, по-моему, очень приятные, координаты ресторана под этим видео я размещу. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь с теми знакомыми, кому это может быть интересно. На этом я сегодня завершаю. Это не последнее видео из Подгорицы, я сниму еще. Поэтому со столицей мы не будем прощаться, а вас я ожидаю увидеть на своем канале. И в Черногории, если приедете, буду рад показать индивидуально эту замечательную, интересную страну. На этом у меня сегодня все. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч. Всего доброго. Продолжение следует...